Здравствуйте! Начнем с разъяснения. Что входит в понятие персональных данных вообще? Согласно закону о персональных данных, персональные данные – это любая информация, позволяющая, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. Ну, собственно, вот это вот любая и говорит о том, что категории персональных данных могут быть любыми. Это могут быть и как паспортные данные, это могут быть сведения о рождении, сведения о здоровье, это может быть данные ИНН, это может быть СНИЛС, это любая информация, которая может выделить конкретного человека из определенного какого-то круга людей. Ну, конкретный вот пример, предположим, у нас управляющие компании любят вывешивать списки должников. Вот Иванов Иван Иванович должен за коммунальные платежи, предположим, какую-то сумму. То есть является ли это персональными данными? Да, является, по нашему мнению, потому что это выделяет этого конкретного человека из определенного круга. Ведь соседи все знают, что Иван Иванович Иванов живет в определенном доме. Поэтому для правоприменения мы как смотрим? Мы смотрим так, что если набор, совокупность сведений о человеке позволяет его идентифицировать, значит, мы считаем, что это персональные данные. Его можно выделить, его можно идентифицировать, и, соответственно, вся эта совокупность сведений будет являться персональными данными. Если это конкретно, предположим, номер телефона без указания на что-то, то это просто номер телефона. Это, скажем так, какие-то обезличенные персональные данные. Собственно, вот в таком ключе мы рассматриваем все дальнейшее правоприменение идет относительно этого. Зачастую люди, недооценивая последствия своих действий, распространяя информацию о себе, сами запускают такую цепочку событий, которые приводят к нарушению их собственных прав. Как себя обезопасить? Как не стать жертвой самого себя и своей такой юридической неграмотности? Ну вот приведу пример. В 2011 году было такое резонансное событие у известного российского бизнесмена. Похитили совершеннолетнего сына, причем похитили его на пороге офиса, где он работал программистом. Сына освободили, да, за него потребовали выкуп определенную сумму. В результате, в общем, все разрешилось благополучно, освободили. А при разборе было установлено, что, во-первых, информация была взята из списка самых богатых бизнесменов, «Форбс». И конкретно план преступления готовился на основании информации, размещенной этим молодым человеком в социальных сетях. Он указал свое место работы, свое место жительства, конкретный путь, как он ходит из дома на работу, ездит, какое время. И, собственно, это позволило преступникам совершить это злодеяние. Ну, о чем можно сказать? Не граждане сами размещают свои персональные данные в анкетах многочисленных. Можно же указать просто номер телефона, безотносительно к своей фамилии, имени, отчеству. Что можно посоветовать? Как можно чаще скрывать информацию о себе и не давать полностью нигде полный набор своих персональных данных. То есть люди, добровольно заполняя анкеты в тех же социальных сетях, таким образом иногда подписывают себе такой приговор. Да, ну, собственно, вот Роскомнадзором и ролик, который на Ютьюбе размещен, он и говорит о том, что как только вы где-то оставляете свою личную информацию, там, неважно, паспортные данные или что-то еще, любая информация о себе, так сразу пространство вокруг вас начинает разрушаться. Самое главное, что данные в интернете утекают, они где-то множатся, плодятся, и уже невозможно полностью удалить этого. И ваше личное пространство уже всем доступно. Что делать, если человек, допустим, обнаружил, что его права в области персональных данных нарушаются? Например, работник заметил, что его переписку в скайпе читает начальник. Или там один из супругов узнал, что его ревневой супруг сломал контакт и прочитал переписки. Куда обращаться и какая ответственность может грозить за такое? По поводу работодателей, конечно, прежде всего нужно обратиться к своему трудовому договору или внутреннему распорядку организации. Вообще тайну связи никто не отменял. Но если работодатель в своих каких-то правоустанавливающих документах прописал о том, что он вправе это делать, ну, наверное, нарушителем-то будет как раз работник, который в рабочее время занимается личными делами. Что касается социальных сетей, взлом аккаунтов, ну да, это мошенничество в МВД. А какая ответственность может грозить? Административная, в первую очередь. Ну, в отдельных случаях, видимо, уголовная. И существует ли разница между тем, как защищались персональные данные раньше и сейчас? Да, существует. В сентябре, с 1 сентября 2015 года, во-первых, вступили в силу изменения в закон о персональных данных. Все базы данных, персональных данных, должны храниться на территории, во-первых, Российской Федерации. Во-вторых, в закон о защите информации и информационных технологиях была введена статья. Сейчас Роскомнадзором, в соответствии с этой статьей, ведется реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В этот реестр включаются доменные имена и указатели сайтов в интернет, на которых информация обрабатывается с нарушением прав субъектов персональных данных. Роскомнадзор ведет этот сайт. Данные туда включаются на основании вступившего в силу решения суда. Соответствующий есть порядок, с которым Роскомнадзор взаимодействует с провайдером хостинга или с владельцем этой информации, которая размещена в интернете. Если добровольно удаление этой информации или блокировка не происходит, тогда данные по системе информационного взаимодействия передаются операторам связи, и происходит принудительная блокировка этой информации. И у вас наверняка есть какие-то конкретные примеры из реальной жизни? Да, есть. Я всегда этот пример привожу. К нам обратилась молодая девушка, не единожды обращалась. Она вела довольно свободный образ жизни, посещала рязанские ночные клубы, фотографировалась там в таких свободных позах. В какой-то момент обстоятельства жизненные изменились. Эта информация попала в интернет. В какой-то момент жизненные обстоятельства изменились. Девушке это стало уже не нужно. И она, как любой субъект персональных данных, имеющий право, обратилась с защитой своих прав, обратилась к нам. При рассмотрении этих обращений мы постарались как можно больше ей помочь. Информация была удалена из социальных сетей. Насколько это возможно, была удалена из интернета. Потому что, я еще раз говорю, все удалить невозможно. Ссылки все равно остаются. И надо понимать, что интернет – это очень разветвленная сеть, в которую информацию все просто невозможно удалить навсегда. Но, тем не менее, чем могли, мы ей помогли. Информацию удалили. Поток обращений иссяк. Видимо, девушка осталась довольна. Это к тому, что береги честь с модул, молодежи надо посоветовать. Было еще одно обращение очень интересное. В интернет-магазине по каким-то техническим произошел технический сбой. И информация о пользователях стала доступна неограниченному кругу лиц. Но вот тоже, пожалуй, субъекты персональных данных работали с этим интернет-магазином. Долго работали. Сначала было непонимание. Но, в конце концов, информация была удалена. Надеемся, что наша сегодняшняя беседа станет полезной для телезрителей, которые будут внимательнее относиться к собственным персональным данным. Напомню, сегодня, 28 января, в мире отмечается День защиты персональных данных. С вами была Марина Комиссарова. У нас в гостях была руководитель управления Роскомнадзора Паризанской области Надежда Викторовна Динареева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова